приветствую третьего дня потестил виртуальную реальность под названием sony vr хочу поделиться впечатлениями разговора об этом деле шло разговоров шло много первый от кого все это дело услышал от дмитрий юрьевич пучкова на сайте он выкладывал ролики об окулус рифт но так особо если честно даже но не интересовался потом ребята знающие подключились кто успел уже потестить потом так народ молва в интернете отзывы даже женщину мы подключали как-то гуляли по набережной здесь в астрахани но там с креслом с каким-то в общем со стороны все это выглядел так что ее прям окунуло туда так скажем ну и вот предоставилась возможности я тоже подключился так скажем вот надо сказать что столько там проводов что ощутил я себя джонни мнемоником там если помните ближе к концу фильма когда дельфин при помощи дельфина он окунался виртуальную реальность то же самое потому что вот сейчас даже на рабочем месте где стоит приставка проводов немерено там такая путаница даже там снимать не стал сам шлем конечно такой удобный очень как мне кажется я ожидал что будет он достаточно тяжелей много всяких нюансов к ней нужно привыкнуть к этой виртуальной реальности как ее нацепить ощущение погружения да она присутствует однозначно и я бы даже сравнил вот как в роликах у sony есть когда деваешь и типа как всасывает тебя туда присосками ну что-то очень схожее то же самое когда снимаешь то есть ты как подключаешься туда или отключаешься от нее таким блюром таким своеобразным вот там был демонстративный диск с этим набором там несколько игр всякое успел попробовать погружение ну первое впечатление как раз вот она первое там была эта игруха погружение прикольно вот но кажется как-то размыто графон думаешь как так но с другой стороны можно понять на один диск загрузили там 78 игр возможно на графика как-то это и сказывается затем на скейтах ну или как это саня типа по дорожке тоже повизгивал ржал и повизгивал когда катился на этих санях потому что ну мозг обманывает обманывается и тебе иногда кажется что да на самом деле начинаешь уворачиваться тут пашка ты играет иногда в андеграунд когда особо работы нет им за ним наблюдаешь он тоже головой крутит а так на клавишах а тут и как бы там естественно весь там и естественно кажется что опасно в некоторых местах ну когда ты контролируешь процесс и думаешь что же это все игра тогда естественно как-то более спокойно как только расслабился все начинаешь повизгивать подхахатывать потому как клоняешься там забавно ну и что в пользу всех этих виртуальных приставок sony сделал вот эти свои контроллера в виде стиков таких палочек шариками с разными синий красный разного цвета они бывают и загрузил я стрелялку скажу вам так новая веха ребятушки когда ты прицеливаешься мышкой это одно да там точно все но здесь если кто-то стрелял из настоящих пистолетов я бы сказал что очень сильно похоже по той причине что как раз от положения твоей руки зависит положение самого пистолета куда ты попадешь если вы неплохо стреляете из пистолета мне кажется что ты я даже уверен у вас как раз будут очень неплохие результаты возможно все это юстируется в организмом мозгом ну скажу вам захватывает вообще просто по сумасшедшему в этот момент так получилось но это был поздний вечер за мной наблюдала женщина как все это происходит она потом не описывала здоровый такой дядечка сидит в кресле одну где-то на полтора метра от приставки опутанные проводами на башке шлемофон с огоньками чуть ли не елочная гирлянда и в руках вот эти стикеры палки с шариками и всяко прижимается там руками машет ну и тут заходит теща из комнаты не видела все это дело когда подключался она ну мягко скажем под офигела очень мягко так скажем я слышал сквозь наушники ее офигевший мат такой прижуханный типа что вообще здесь происходит женщину в смехе взяла и меня полотенцем как ну как птичку нам накрывает естественно приставки меня потеряла потому как тут вот все же всем мигает она отслеживает при помощи камеры вот потерялся я вообще испугался пока не сняли в общем не вернулся я в виртуальную реальность в общем все это забавно как многие много раз говорили о том что возможно в дурки по прибавится клиентов я думаю что да и за как раз отметить из того что укачивает первый день вообще не было но там возможно как раз то что сбалансированные игры как народ отписывается это возможно от не оптимизации или там подергивание каких-то в первый день вообще мне не было никаких там ощущений я думал чё за фигня вчера на очень короткое время удалось опять же дела семейные удалось подключиться и там было как раз интернет появился первый день не был еще интернет и там что-то приставка подключила playroom vr что ли ну как вот просто playroom у sony также и vr крайне не оптимизировано все джойстики контроллер теряются в пространстве постоянно куда-то и в бок уводит то есть ты держишь его прямо в общем это беда по моему sony ну и вот как раз когда происходит так скажем рассинхронизация того что ты видишь как она есть физически на самом деле и в виртуальном пространстве если там джойсти куда-то туда и ты начинаешь какой-то момент когда думаешь или стремишься вперед а тебя игра оттягивает назад тогда как раз до вестибулярный аппарат начинает сходить с ума не понимать что происходит и как бы вот подкатывает на такое есть и что замечу когда происходит это то есть это может быть короткий так скажем импульс когда тебя подкатило а вы выйти из этого ситуации из вот этого ощущения приходится долго то есть меня до само состояние неприятное было может где-то около получаса хотя уже потом я просто отключил это дело потому что как я говорил коротко все было у меня вот а само ощущение было какое-то время еще минут на пять-десять там пытался подключиться но дома не дали собственно так чтобы дальше поэтому тут никто не затрахован от этого как я понял все через это проходит там привыкает кто-то нет но это первое впечатление они сугубо такие своеобразные приставку к ней как я говорил сам начале нужно привыкнуть даже как одеть положение не просто вот так так очень важно положение так так и еще вот вот так вот потому что это вот это я в курил уже только вчера ближе к вечеру то что иногда кажется что-то размыто нужно ее даже по диагонали как тут так зафиксировать благо сзади есть такой крепеж он такой защелкивающий круг кружочек подщелкивает там фиксирует очень хорошо первое первое где-то минут минут как иногда кажется как будто стянуто сильно здесь по окружности но очень быстро все проходит привыкаешь опять же очень долго не сидел там чтобы час такой был у меня такой вряд ли как получится ближайшее время если просто куда-нибудь родные не уедут но это случается опять же крайне редко поэтому больше часа вряд ли да и часто вряд ли не удастся посидеть где-то так виртуальной реальности мне кажется за этим будущее и то что там графика пока там никак как говорят не завезли графику все это в ближайшие 5-10 лет так устаканится будут возможно виртуальные онлайн мир и не исключаю как матрицы кто-то там и работать даже будет в общем ребята круто круто есть есть нарекания наверно ко всем таким вот приставкам секс-индустрии так наверно вообще там выстрелит ближайшее время вообще просто убийственно потому что я загрузил какой-то космический симулятор опять же вот в этом демонстративном диске ты башкой вертишь видишь свои плечи руки а руки то они на самом деле ты потом понимаешь они не твои нихера там какие-то всего лишь три пальца у него что-то он там держит и ты смотришь а мозг обманывается и тебе кажется это твое тебе хочется поднять да вот где стикеры там ты вообще полностью тебе кажется что все ты уже там по той причине куда бы ты не повел ты свою руку видишь если там манипуляции нет тут уже несогласованность происходит иногда там что-то перед мордой летит вот тебе хочется убрать это подключение что да если погрузился все все ребята скоро будут погружение у многих пока это стоит вот то что смотрел они вот эта приставка с сейчас по-моему даже акции какая-то что-то 30 тысяч или там 29 что вместе уже с не кинекта камерой sony камера вот стикеры по-моему отдельно или тоже там в акцию сейчас входит но это нужно смотреть там спрашивать узнавать в общем рассуждение рассуждение что еще можно добавить что-то что-то возможно хотел больше игр но мне больше интересно вот именно созерцание в данном данной ситуации с одной стороны вот как раз возьмите разговор о созерцании возьми какую-нибудь ручку да вот не в виртуальном мире и рассматриваю как она сделана как она раскрашена лучше ну посмотрел ты и положил такой пример ограбление по лондонски или лондонское ограбление там как раз вот есть такая демонстрационная игра пистолет перед тобой ли сигара берешь там сигару в руку начинаешь рассматривать другой рукой берешь зажигалку поджигаешь и начинаешь все это смотреть текстуры глазам подводить потом удалять пистик рассматривать как сделано какая текстура и и но это интересно почему то я не знаю вот возьми то же самое дело в реальном мире да цвета обыденно а там не знаю как надолго может быть привыкаешь пока это возможно первое впечатление поэтому как женька у нас есть закрытая группа он писал дима сделай обязательно первое впечатление потому что она на эмоциях а потом спустя какое-то время ну запилишь ролик уже там постфактум там два-три месяца или еще что-то пока есть такая возможность но так и сделаем первые эмоции такие что нужно привыкнуть к ней по той причине что когда где-то размытие где-то не хватает графики второе то что это вау это круто это это не такое как вот все то что если помните шлемофоны так даже делали тогда в двухтысячных годах что ли одеваешь ну просто перед глазами экранчики тут нихера ребята тут пусть да как-то ограничен у тебя вот когда ты начинаешь уже присматривать на ограничен тут типа как ты там как помните акваланги да вот акваланг у тебя здесь перед камерой стекло глазами стекло что-то да такое но потом мозг все это отодвигает и ты видишь только вот там если ты опять же начинаешь осознавать ты в игре да и все ты уже начинаешь глазами водить уже видишь эти ограничения по обзору если же нет расслабляешься все мозг все это отключает приближает тебе как вы фильм смотрите экран вроде далеко где-то а ты вот весь там то же самое и здесь и не просто экранчики какие-то ты там понимаешь потому что башкой ты вертишь и и все вертится перед тобой ты видишь что-то можешь взять но это в зависимости конечно от игры или какой-то там демонстрации вопрос стоит ли покупать такую вещь скажу так если ты состоятельный парень и для тебя 30 тысяч это так скажем ну не деньги или ты можешь себе это позволить и при условии что тебе это там не понравится ты не сможешь это вернуть он просто будет лежать как такой бонус придут друзья ты чем-то позабавишь да берите однозначно если у вас это мечта берите потому что иначе вы так и не попробуете никогда не поймет ну или когда там уже поздно будет когда там по пробовать потому что возможно будет это еще и дороже когда там выйдут другие какие-то при бомбасы вот если же нет финансов ну может быть какие-то демонстрационные залы где-то есть при продажах помните как раньше вам видео было когда там детишки в sony играли может быть где-то так можно попробовать или кстати вот за деньги вот эти аттракционы есть так попробовать нужно вам оно или нет а попробовать оно всегда интересно такие вещи оно за этим будущее я в этом уверен ребятушки за этим будущее а сейчас пока вот первые шажочки такие делает окулус steam выпускает свое или там выпустил там я думаю еще сейчас появится всяких таких прибамбасов главное чтобы все это вот программно заработал хорошо графику туда завезли более возможно серьезные процессоры приставки или сами компьютеры должны быть для этих дел но это все уже дело третье демагогия вот в общем на эмоциях и не на эмоциях кому интересно вот мое такое 30 или не предвзятое кому-то там судить сама sony мне пока еще денег не закидывала за это ладно до новых встреч в эфире